По каким аспектам можно сотрудничать с медицинскими СПА-технологиями, с нашей компанией? Первое, естественно, к нам нужно обратиться за созданием интересного бизнес-продукта. То есть бизнес-продукт – это разработка вашего вида бизнеса и всей истории дальнейшего успеха проекта, коммерческого успеха, популярности данного проекта у вашей целевой аудитории. Мы создаем интересные, креативные, готовые решения, собирая лучшие тренды и традиции мира и аккумулировая их в различных отельных сегментах. Ну, не только в отелях. Мы работаем с фитнесами и мы работаем с отелями. К нам можно обратиться за проектированием. То есть мы занимаемся дизайн-проектами и осуществляем интересные дизайн-решения в данных предприятиях. Поскольку сфера велнеса требует необычных таких решений в дизайне, то есть это не офисы, не фитнесы, не рестораны и даже не отели, там очень много специфических стандартов, очень много специфических технологических нюансов, которые в обязательном порядке нужно учитывать. Не только в нормах, которые нам диктует Роспотребнадзор, Росздравнадзор. Нам нормы диктует красота, нам нормы диктуют технологии, нам нормы диктуют операционные удобства в работе, ну и, естественно, как гуманитизация квадратных метров. И вот эти все вещи необходимо учитывать. Также у наших дизайнеров-архитекторов есть такая уникальная история, которая называется дизайн-маркетинг. То есть они используют маркетинг в дизайне интерьеров для того, чтобы необычные помещения и необычные решения в дизайне хотелось бы фотографировать, хотелось бы распространять в социальных сетях, хотелось бы демонстрировать, а это информационное поле и ваша будущая реклама. К нам можно обращаться с написанием финансовых документов, которые посвящены сфере медицины, сфере велнеса, сфере спа. Мы пишем серьезнейшие финансовые продукты для того, чтобы на основании наших финансовых моделей можно было получить кредиты от различных банков и финансовых организаций. К нам можно обращаться за маркетингом. То есть мы занимаемся маркетинговой аналитикой, не общей какой-то глобальной, а мы можем точечно разрабатывать регион. И поскольку наша компания также является дистрибьютором различных брендов в сфере велнеса, и мы имеем почти 5000 партнеров на территории Российской Федерации, мы знаем каждый регион и ситуацию того или иного предприятия изнутри. Поэтому, создавая новый продукт, мы точно учтем всех конкурентов разных, которые находятся в этом регионе, и поможем создать интересный маркетинговый, креативный, совершенно модный, уникальный продукт. К нам можно обращаться за аудитом или апгрейтом вашего предприятия. То есть если у вас есть санаторий, и вы хотите на базе вашего санатория пристройку в виде нового велнеса создать, это тоже к нам, потому что мы можем аккумулировать и соединять вместе санаторно-курортные программы, с программами велнеса, с программами СПА, делая совершенно интересные новые для клиентов предложения. К нам можно обращаться за технологическими проектами. Это очень важно, потому что СПА – это и велнесы, и медикал велнесы, тем более это очень сложные технологические проекты, не только с точки зрения инженерной, но и с точки зрения функциональной, потому что это когда у вас процедурный план построен таким образом, что у вас быстро должны работать кабинеты, и клиент не приходит только на массаж, клиент приходит на различные группы услуг, и он должен очень быстро ходить, и расстояние от одной смежной услуги до другой должно быть короткое, запротоколировано временем, это должно быть удобно, это не должно быть далеко, и блоки вот этих процедур по процедурному меню, которые входят в программу, должны располагаться определенным образом, по определенным стандартам отраслевым, по определенным правилам технологическим, с учетом требований Росздравнадзора и Роспотребнадзора, поскольку СПА и велнесы – предприятия лицензируемые. Как бы, может быть, не звучало это для вас новым, потому что с 2023 года очень многие СПА-услуги, даже классический массаж, казалось бы, да, это теперь медицинская услуга, поэтому медицинских лицензий вам не избежать, если вы хотите сделать хороший монетизированный продукт, а не просто какой-то массажист приходит к вам по приглашению и там кого-то массирует аккуратненько, без всяких документов. Ну, здесь смотря, какого класса вы строите предприятие и где, это очень важно. К нам можно также обратиться за менеджментом, разработкой системы менеджмента предприятия. То есть мы можем обучать персонал рецепшн, обучать новым услугам и внедрять процедурные меню, обучать специалистов, обучать главных врачей, обучать каким-то новым методикам, которые можно привнести в тот или иной проект. То есть у нас компания полного цикла, обращаться к нам можно по любым вопросам, в зависимости от того, какое у вас предприятие, где находится и какие перед вами стоят задачи. Но чтобы вы понимали, конечно, наши основные клиенты, проекты, это большие health-отели, которые собираются, строятся, проектироваться на территории нашей страны для развития интересного wellness-туризма по всей территории. И мы работаем именно над данным глобальным направлением. Но поскольку мы в этом бизнесе знаем все от стройки до маркетинга, в общем-то, можете обращаться к нам по любым вопросам, и мы на все рады будем вам компетентно ответить и проконсультировать. Можно подписывать с нами проектные договора, консалтинговые договора. Также у нас есть прекрасное мероприятие, которое называется стратегическая сессия. И в рамках четырехчасовой стратегической сессии наши специалисты, профессионалы с опытом работы более 20 лет, финансисты, маркетологи, врачи, управленцы, ответят вам на все ваши вопросы и помогут создать первое какое-то взвешенное решение для формирования нового продукта в вашем конкретном регионе. Ответив на все ваши вопросы, для того, чтобы потом не было обидно, как говорится, за бесцельно потерянные деньги и немножко не тот продукт, который хотелось бы получить на первом этапе. Ждем вас. Однажды один мой заказчик, который занимается девелопментом, достаточно крупная компания, задали мне вопрос в тот момент, когда мы как раз занимались разработкой бизнес-продукта и идеологией концепции его нового СПА при отеле. Он спросил, Наталья, слушайте, вот у нас в регионе очень сложно с персоналом, нам тяжело искать этих специалистов, массажистов, косметологов, это все в Москве одна история, а в регионах это совсем другая история, это катастрофа, они все работают на дому, их очень сложно найти. Есть ли у вас такая концепция и такое оборудование, чтобы вообще не нужно было никакого персонала? И можете ли так сделать? СПА без персонала. Я задумалась на эту тему и сказала, слушайте, ведь это возможно на самом деле. И работа в Арабских Эмиратах с очень богатыми, интересными людьми, не будем называть кто, такими имена обычно не называются, создавая один проект, мы пришли к выводу, что на самом деле для крупных девелоперских каких-то компаний можно реализовывать очень интересные проекты. Например, если у нас строится коттеджный поселок, и как правило, управляющая компания, девелоперская компания, которая строит такой коттеджный поселок, озабочена инфраструктурой своей территории, своего жилья. То есть нужно какой-то комьюнити, хочется дороже продать квадратные метры, хочется сделать это за счет инфраструктуры, но при этом не хочется морочиться с таким непростым видом бизнеса, как SPA, как Wellness и так далее. И наша компания занимается тем, что мы, можно сказать, охотники за таким оборудованием, которое работает по системе No-Touch. То есть чем меньше оператор работает с клиентом, тем выгоднее делать такие Smart Wellness пространства, которые находятся в таких уголках страны, либо, допустим, они находятся в таких коттеджных поселках, либо в каких-то люкс-апартаментах, когда девелопер не из этого вида бизнеса, не хочет морочиться, ну, прямо, скажем таким словом, не хочет морочиться с большим количеством персонала, платить там зарплату, заниматься управлением данного предприятия и так далее. Можно все сделать по системе Smart. То есть это оборудование, которое работает без персонала, которое само из себя представляет ту или иную процедуру. Оборудование концептуально делает интересный процедурный план, встраивается в определенное помещение по стандартам, и остальные пространства и кабинеты работают как коворкинг, букируются по специальному приложению того или иного поселка, потому что у всех нормальных, хороших люкс-поселков есть определенное свое приложение. Можно букировать кабинеты и приглашать свой персонал, потому что очень многие люди не привыкли, чтобы их видели. У них есть там свой массажист, свой косметолог, свой врач-косметолог, они привыкли их приглашать. И эти специалисты обычно приезжают к ним домой, а тут они будут приезжать в специально подготовленное пространство. То есть специалисты свои, строго свои, либо процедуру выполняет машина. То есть это так называемое роботизированное Smart Wellness пространство, которое по приложению оплачивается карточкой, букируется часовое время в специальном приложении поселка разработанного. И мы имеем классную, интересную, современную трендовую инфраструктуру современнейшего Wellness'а с самыми лучшими модными технологиями. При этом у нас минимизированы штатные единицы. Это может быть один-единственный администратор, который будет обслуживать все пространство. Мы будем это представлять на наших выставках, рассказывать об этом. Ждем вас на выставках от Эль Экспо и слушать наши доклады, и слушать наши уникальные новые направления, в поиске которых мы находимся постоянно. И скоро нас ждут на российском рынке новинки. В чем мы уникальны? В свое время, 25 лет назад, когда мы начинали свой бизнес, так получилось, как обычно, в 90-х, все получается случайно, мы выбрали сегмент спа. И тогда, много лет назад, очень многие не знали вообще, что такое спа. Для них это было странное слово из трех букв. И получилось так, что я и мои партнеры-коллеги стояли у истоков этого направления. И мы вместе с трендами спа-индустрии двигали это направление в России, в нашей стране, и развивали его в разных таргетах. В фитнес-клубах, в отелях, сами по себе, как я это называю, там спа в поле, да, которое тоже должно хорошо работать. И так получилось, что мы в этой нише заняли очень хорошие позиции, создали свои собственные концепты, идеи, бизнес-продукты, сами владеем такими предприятиями, знаем про эту индустрию все. Но спустя какое-то время, ну, наверное, буквально, даже это еще было до ковида, до этой всей пандемии, мы обратили внимание на то, что происходит сращивание медицинского бизнеса и бизнеса спа. И вот это сращивание, которое получило название, ну, его называют medical wellness или medical spa, сращивание медицинского бизнеса и бизнеса спа происходит абсолютно в разных направлениях, потому что у каждого клиента, у каждого гостя есть, как бы, разные задачи. И медицина в данном ключе представляет, конечно, там не какие-то хирургические, там операционные блоки, она представляет из себя восстановительную медицину, санаторно-курортную медицину, реабилитационную медицину и так называемую новую тему превентивную, интегративную медицину, где речь идет о профилактике, но не о профилактике с точки зрения диспансеризации, нет, конечно, а о профилактике, скажем так, своего здоровья с точки зрения изменения образа жизни, изменения сознания, изменения подхода к своему здоровью для продления качества жизни и улучшения качества жизни. И компоненты, процедуры, оборудование, система кросс вот этих протоколов, этой сочетанности, она замыкается в такую интересную комплексную систему, которая позволяет работать с человеком на тех уровнях, на которых пока сейчас не работают ни клиники, которые работают в классической медицине, ни санатории, потому что у них немножко все-таки другие стандарты, хотя часть элементов медицинского вэланса, медицинского спа очень похожа с санкуром. И плюс мы к этому добавляем технологии спа и вэлнеса, которые связаны с правильным спортом, с правильным движением, естественно, с релаксом, с детоксом, с ментальной перезагрузкой. В обязательном порядке присутствует у нас система, которая связывает все эти звенья в единый процедурный план, и вроде бы человек приходит на какую-то интересную медицинскую программу, но эта медицинская программа обязательно разбавляется спа-процедурами и разбавляется правильными, интересными спортивными вэлнес-тренировками. Это могут быть такие виды спорта, как пилатес, это может быть йога, это может быть дыхательная гимнастика, это может быть лечебная физкультура, это может быть кинезиотерапия, правильный фитнес, различные биохакинговые современные платформы для нормализации движения и работы в системе, за которой приехал клиент. И вот эти медицинские вэлнесы, medical spa, они очень разнообразны по своей концепции, потому что очень многие отельеры бегают на каждой конференции или на каждой встрече, спрашивают, детокс-отель, детокс-отель, может ли он мне сделать детокс-отель, а что входит в понятие детокс-отель. Понимаете, детокс – это одно из направлений, направлений очень много. Если мы будем глобально рассматривать, можно назвать такой продукт как health care resort отель. То есть это отель, транслирующий систему здоровья. И в этом у нас правили не только какая-то маленькая площадь посвящена данному направлению, этому направлению посвящено все – правильная организация номеров, правильная организация кухни, питания, бара, системы лекций, системы досуга этих клиентов. И я читала одно интересное американское исследование, что в скором времени, сейчас уже в Соединенных Штатах это уже только-только началось, значит, тоже к нам, я думаю, это будет приходить с небольшим опозданием, как и все, что к нам приходит с небольшим опозданием, в скорое время иммерсивных отелей. Это, знаете, как в свое время, когда были торговые, были магазины, потом они стали трансформироваться в большие предприятия, как торговые центры. И торговые центры сейчас от себя представляют досуговый центр, по сути. Это магазины, рестораны, кафе, детские центры, какая-то анимация, там уже гимнастика, там чего только нет. И вот тренд пойдет в отельном бизнесе тоже в ту сторону, когда у нас будет идти система иммерсивного отеля, и гость будет выбирать отель не только для того, чтобы купить номер на ночь, он будет выбирать отель как досуговый центр. И поэтому, если отельеры сегодня задумываются, особенно те, кто сейчас стоит на стадии проектирования, особенно это касается резортов, задумаются о том, что досуговая составляющая для клиента, для гостя очень важна. И медицина, оздоровление, спа, велнос – это одна из больших частей вот этой всей досуговой системы. К этому можно очень много что пристроить. Это водные виды спорта, диджитал, open space тренировки, какие-то различные игровые истории, какие-то интересные водные для детей какие-то структуры, то есть, возможно, какие-то кинотеатры, театры, организация свадеб. Очень много событийных различных мероприятий, которые можно встроить в концепцию резорт-отеля, все в зависимости от того, где он находится. И вот сейчас нужно на это смотреть, потому что пока мы видим, что у нас все отели, резорты, загородные, знаете, как близнецы-братья. У всех есть ночь, которую можно купить, у всех есть там велосипеды, лошади, там в лучшем случае какой-то детский зоопарк, есть там какой-то баня с бассейнами, может быть, какая-то баня у воды. Ну, дай бог, если они находятся на реке, или у них есть открытый бассейн. Для всех это большое счастье. Сейчас банным комплексом термальным и бассейном уже никого не удивишь, это уже должно, это уже должно быть, потому что клиент это выбирает. Так вот, если вы хотите быть лучшими, у вас должно быть интересное, уникальное предложение, да, или как можно говорить, модно сейчас говорить, УТП. УТП надо формировать сейчас, потому что если вы будете смотреть в будущее, пока вы спроектируетесь, у вас пройдет там в среднем 3-5 лет. И вот что будет через 3-5 лет, вы с этой концепцией, которую формируете сейчас, по старинке, уже можете опоздать. Поэтому для развития интересной инфраструктуры обращайтесь в группу компании MediSpa Technology, потому что мы про это знаем все. И мы вам поможем создать уникальные креативные продукты, которые будут сочетать индустрию здоровья с другими досуговыми аттракциями вашего резорт-отеля. Компаний, которые предлагают консалтинговые услуги, на рынке много. Если пройтись там по какой-то профильной специализированной выставке, то, знаете, только ленивый не предлагает разработку концепции SPA. Вопрос, что такое концепция SPA. И, скажем так, сочетать именно знания по всем фронтам в области SPA и сочетать знания по всем фронтам в области медицины, наверное, на сегодняшний день мы единственная компания, которая в этом разбирается во всех ее аспектах. То есть это и как работает медицинский продукт, как работает SPA-продукт, как они соединяются вместе в новое трендовое направление Medical Spa. И вот в этом новом тренде Medical Spa, Medical Wellness, мы единственные, кто может обеспечить новый отель, новой уникальной концепцией, которая с этим связана. То есть это проектирование, это сознание бизнес-продукта, это полностью финансовые бюджеты, которые необходимо писать очень серьезно, потому что сейчас очень много государств финансируют серьезные медицинские оздоровительные рекреации. Это весь менеджмент компании, маркетинг, исследования, аналитика, прописание процедурных планов, все стандарты этой отрасли. То есть по сути это работа управляющей компании, но без системы управления. И нашей задачей также является стартап таких предприятий, потому что для многих это сложно. И очень многие спрашивают, что мы сейчас построим предприятие, найдем какого-то оператора. Товарищей операторов в Medical Spa в России нету. Ни одного. Вы не найдете никакого оператора. Это утопия. Значит, те крупные компании, которые на сегодняшний день серьезные игроки рынка, типа Кевача, Вербе Майер, Первые линии, Клиники Икс и так далее, это все девелоперские компании, которые сами владеют таким видом бизнеса. И, конечно, никакими операторами они никуда не пойдут, потому что они в состоянии купить землю, построить здание, построить предприятие, им управлять и так далее. Поэтому операторов нет. И если вы идете в это направление, вы должны понимать, что существует модель франшиза управления и существует модель стартапа, то есть организации бизнеса с полным погружением и обучением персонала и главных управленцев, то есть менеджмента данного предприятия. Дальше курация всего этого процесса в течение года для того, чтобы этот продукт и эта вся бизнес-история работала у вас качественно. Не стесняйтесь обращаться и не доверяйте такие серьезные бизнес-проекты архитекторам, потому что архитекторы делают красиво, но они не в операционном бизнесе. Чтобы создать продукт, нужно быть в операционке. Очень простая история.